Ну что, купила я вашу Шанель, как Риша советовала. Совсем они ошалели в своем Шанеле. Тени 6500, а пигментация никакая. Тускло, бледно, полупрозрачно, на веках скатываются. Да за 6500 у меня глаз третий должен был вырасти. В общем, не тени, а ерунда. Верь блогерам после этого. Всем привет! С кем еще не знакомы, я, Риша Крылова. Вы на канале Риша Мейкап, и сегодня вас ждет новое видео в рамках рубрики «Макияж для себя», где я даю пошаговые уроки и отвечаю на самые частые вопросы. И одна из тем, которая вызывает больше всего вопросов и непонимания, это как правильно наносить тени. Поэтому в ходе сегодняшнего видео я отвечу на такие вопросы, как чем кремовые тени отличаются от сухих, что такое база под тени и всегда ли она нужна, как сделать так, чтобы тени не скатывались и хорошо держались в течение дня, как с помощью теней построить форму глаза, скорректировать асимметрию или нависание века, почему тени в палетке выглядят яркими, а на деле оказываются тусклыми, что такое точка интенсивности и как ее найти. В общем, обещаю вам, будет интересно и очень полезно. Погнали разбираться! Я приготовила для вас пошаговую инструкцию, как сделать базовый макияж глаз при помощи теней и так, чтобы макияж получился стойкий, а цвет яркий, насыщенный. Для этого существуют основные правила, о которых я вам расскажу. Итак, правило номер один. Комбинирую в макияже кремовые и сухие тени. Сейчас тени для глаз идут в разных форматах, но глобально их можно разделить на две категории. Первый – это жидкие и кремовые тени. Вторая категория – сухие, прессованные или рассыпчатые. Сухие палетки теней – это самый популярный формат, который есть наверняка в косметичке каждой из нас. Но было ли у вас такое, что вы купили тени, они в палетке такие яркие, сочные, красочные, стали переносить на голое веко, а там полное разочарование? Цвет полупрозрачный, блеклый, ненасыщенный, да еще и скатывается весь этот макияж в складку века достаточно быстро. Было такое? Напишите в комментариях. Особенно этим грешат люксовые бренды. Почему так происходит? Не потому, что Шанель или Диор не могут делать пигментированную форму, а потому, что эти продукты ориентированы именно на конечного потребителя. На девушку, которая первый раз держит палетку теней в руках, и так, чтобы она могла с ней справиться. Легко растушевать и не поставить пятно. А чтобы цвет теней был таким же ярким и красочным, как и в палитре, нам с вами понадобится кремовая подложка. Мои любимые варианты – это либо база под тени, либо кремовые тени. Для наглядности я решила показать вам простой эксперимент. Сначала я нанесла на руку базу от Smashbox, затем я нанесла кремовые тени, и далее я взяла тени из палетки Шанель и нанесла на чистую кожу, на кремовые тени и на базу. Мне кажется, что сводч на руке говорят сами за себя, и вы видите, насколько кардинально разница. База под тени, она прозрачная. Она немного выравнивает текстуру кожи, и что нам нужно, создает тот самый липкий слой, на который потом приклеиваются сухие тени. С базы нужно быть аккуратно и равномерно ее растушевывать, потому что нанесете пятнами, потом и тени также пятнами зафиксируются. Именно поэтому я больше предпочитаю вариант кремовых или жидких теней, потому что они уже в самостоятельном нанесении дают красивый оттенок на веках. При выборе кремовых теней запомните, чем интенсивнее по цвету они будут, тем ярче будет на выходе ваш макияж. Второе. Как я выбираю оттенок теней? Если у меня моя палетка сухих теней в холодной гамме, то и подложку я выбираю в схожей тональности и в схожих оттенках. Если у меня палетка для глаз теплая, золотисто-бронзовая, то и подложку я выберу какую-то либо нейтрально-коричневую, либо чуть золотинкой. Второе правило гласит. Выбирайте жидкие и кремовые тени с умом. Жидкие тени жидким теням рознь. И я призываю вас подходить к их выбору обдуманно. Итак, если вы нанесли жидкие и кремовые тени, через какое-то время трогаете продукт и чувствуете, что он до конца не фиксируется и остается подвижным, значит такая формула не сильно стойкая. Ее обязательно нужно фиксировать сверху сухими тенями. Например, кремовые тени от Tom Ford или те же самые Charlotte Tilbury. Если же вы нанесли тени и они через какое-то время застыли, зафиксировались, например, как новинка от Belor Design, значит такие тени теоретически можно не фиксировать, и они в самостоятельном нанесении будут держаться на веки хорошо. Разницу вы сейчас видите на экране. Терла, старалась, прям с усилием. Tom Ford стерлись, а Belor Design так и остались на руке. Но, как вы знаете, не все так однозначно, и везде есть свои нюансы. Поэтому обязательно учитывайте анатомические особенности строения глаза. Если у вас большой открытый век, то стойки тени в самостоятельном нанесении будут держаться хорошо. Если у вас есть нависание или кожа века быстро жирнится, то я рекомендую даже стойки тени все равно фиксировать сухими. Так ваша стойкость макияжа будет значительно выше. И да, будьте аккуратны в погоне за стойкостью, не подчеркните текстуру века. Очень часто металлизированные особенно стойкие тени при фиксации дают эффект пленки на веки, собирая ее и превращая в куриную попку. При всей моей любви к бренду Romano Makeup, кремовые тени часто этим грешат, и продукт такой достаточно коварный в работе. Правило номер три. Матовые тени дают глубину, а сатиновые и сияющие добавляют лоска и объема. Начинаю наш макияж глаз с нанесения базовых теней. Я выбрала Эллина в оттенке 71. Наношу я кремовые тени прям аппликатором на объем глаза, и пока текстура мне не зафиксировалась, беру пальчик и пальчиком, притаптывающими аппликативными движениями, начинаю растушевывать кремовые тени примерно до орбитальной складки верхнего века. И чуть выше этой складки я буквально остатками продукта оттушевываю его движениями наверх. Получается очень тонко, полупрозрачно и натурально. А самое главное, у нас появляется та самая липкая подложка, на которую потом мы будем крепить наши сухие тени. Нанесли кремовую подложку, и дальше следующий шаг мы фиксируем уже сухими тенями. У меня текстура подложки матовая. Дальше я уже могу выбрать, какие тени сухие нанесу. Они также могут быть матовые, могут быть сияющие, или это может быть вообще просто красивый, сияющий, спарклый, если я хочу создать эффект влажного века. Я беру сатиновый оттенок теней из палетки Шанель. Набираю продукт и наношу его на объем глаза по кремовым теням. Наношу также до орбитальной складки верхнего века. Выбор финиша ваших теней зависит от анатомических особенностей строения глаза и вашего настроения. Для наглядности, на одно веко я нанесла матовый продукт, а на другое веко я нанесла сияющие тени. И я думаю, вы видите сейчас разницу. Если глаз у вас выпуклый, большой, то я рекомендую все-таки отдавать предпочтение более матовым текстурам. Если на выпуклый глаз, наоборот, нанести спаркл или добавить сияние, то визуально вы этот объем еще сильнее подчеркнете. Другая ситуация. У вас, наоборот, глубоко посаженные глаза. И ваша задача визуально их как бы приблизить, вытянуть. Матовые тени сыграют с вами злую шутку и могут еще больше глаз углубить. Поэтому отдавайте предпочтение, в данном случае, текстурам с легким сиянием. Если у вас нету особенностей в плане посадки глаза, то есть они не утопают в глазничных впадинах, не выступают слишком сильно на объем, то вы тот самый счастливчик, который может делать все, что он хочет, наносить все, что он хочет, и отталкиваться исключительно от своего настроения и состояния. Кстати, обратите внимание, что я уже прокрасила межъясничное пространство. Если вы только начинаете свой макияжный путь, советую вам сначала прокрашивать межъясничку, а потом наносить тени. Если вдруг вы в процессе прокрашивания межъяснички испачкали века, вы можете мислярной водой аккуратно все это собрать и тем самым не запачкать свой макияж глаз. Следующим шагом мы можем уже прорабатывать орбитальную складку века, но к этому моменту мы перейдем чуть позже. Предлагаю немного отвлечься от темы макияжа глаз и поговорить про демакияж и увлажнение кожи. Тем более, что я обещала делиться с вами находками доступной уходовой косметики. Последние две недели я тестировала новинки от бренда Art and Fact и хочу поделиться ими с вами, потому что, на мой взгляд, они очень универсальны, подойдут для любого типа кожи и возрастов. Как говорится, и дочке, и маме. Для демакияжа мне очень понравилась увлажняющая сыворотка. Если честно, такой формат я встречаю впервые. Это что-то среднее между гидрофильным маслом и увлажняющей сывороткой. Если гидрофильное масло, оно жирное, густое, то здесь текстура словно сыворотка, легкая водичка. При нанесении ощущается маслянистая составляющая. Этот продукт мы наносим на сухую кожу и делаем в течение пары минут массажные движения, а затем просто смываем теплой водой. Продукт абсолютно не ощущается на лице, не оставляет никакой жирной липкой пленки, поэтому вам не нужно дальше использовать гель или пенку. Кожа уже чистая и прекрасная, и можно носить дальше увлажняющие крема, сыворотки, в общем, ваш привычный уход. Что для меня важно, этим продуктом можно смывать макияж с глаз, и при этом он не раздражает чувствительную слизистую. Второй продукт – это нежная пенка с муцином улитки, пантенолом и гиалуроновой кислотой. Пенка имеет воздушную текстуру, отлично очищает кожу без ощущения сухости и стянутости. Секрет улитки оказывает смягчающее действие, а пантенол уменьшает раздражение и оказывает микрозаживляющее действие. Гиалуроновая кислота в составе прекрасно действует как средство для увлажнения кожи, соответственно, это отличная профилактика сухости, стянутости и шелушений. Ну и последний продукт, который очень актуален в настоящий период, потому что мы все с вами обезвожены, это интенсивно увлажняющая сыворотка для лица. В составе три главных актива в высоких концентрациях гиалуроновая и полиглутаминовая кислоты, а также ресвератрол, которые обеспечивают высокий уровень гидробаланса и увлажненности кожи. Сыворотка рекомендована в период обезвоженности кожи, а также для того, чтобы восстановить кожу после стресса, а также после нахождения на ультрафиолете. Так что в преддверии отпусков продукт как нельзя, кстати. Ну а неоцинамид и аминокислотный комплекс в составе дают пролонгированный эффект действия сыворотки. Ссылку на этот и другие продукты брайанда Артмфакт вы найдете в инфобоксе под видео. Если я хочу визуально свой взгляд и глаза сделать более объемными, то мне нужно натуральные светло-коричневые матовые тени, потому что именно матовые тени являются формообразующими. Я взяла тени от Dior в оттенке 4-4-3 и той же самой кистью, которая наносила предыдущий оттенок теней, набираю продукт на самый кончик и на открытых глазах, смотря прямо перед собой, ставлю кисть перпендикулярно в складку подвижного века и делаю движение дворничками туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Тем самым я прорабатываю объем глаза. Если у вас большие глаза, анатомически правильно посаженные, то вы работаете именно по своей природной складке. Если у вас наоборот глаза посажены вовнутрь, тогда вы делаете эти движения чуть выше, как бы по орбитальной косточке, чуть выше своей природной складки. Если у вас наоборот глаза посажены глубоко, они прям утопают в глазничных впадинах, то я советую вообще этот этап пропустить. Почему? Потому что так вы рискуете углубить глаза еще сильнее, а нам с вами этого не нужно делать. И последний момент. Если у вас есть нависшее веко или асимметрия, тут на этом этапе вы можете визуально и глаз корректировать, убрать чуть нависание и асимметрию сравнять. Мы смотрим обязательно прямо перед собой, потому что именно когда мы смотрим прямо, мы видим, какая форма в итоге получится. И на открытых глазах мы прорабатываем, если есть нависание, прямо по нависанию, как бы моделируя новую складку века. Про то, как работать с нависшим веко, у меня, кстати, здесь отдельный подробный урок, советую посмотреть. Если есть асимметрия, то один глаз мы рисуем по природной складке, а другой мы рисуем выше, как бы эту асимметрию корректируя. Надеюсь, что так вам будет понятнее. Прорабатывать глаз по объему мы можем как по верхнему веку, так и по нижнему. Четвертое правило гласит. Плоской наноси, пушистой тушуй. Что это значит? От выбора инструмента и техники нанесения зависит напрямую и качество вашего макияжа, и то, как ваш макияж будет в процессе держаться. Как не нужно делать? Не наноси тени жуткими аппликаторами в комплекте. Не набирай много теней и не нужно делать эти взбивающие движения. Так тени будут крошиться и впоследствии осыпаться. И не наноси тени пушистой кистью, если ты хочешь плотности цвета, пушистой кисти всегда дают полупрозрачное нанесение. Вы заметили, как я наносила тени? Самая необходимая кисть – это приплюснутая растушевочная. У меня кисть N-Beauty A16. А теперь давайте еще раз разберемся, какой стороной мы наносим, а какой растушевываем. Я надеюсь, что вы обратили внимание, как я держала кисть при нанесении теней. Когда мы работаем по объему глаза, мы наносим тени, мы разворачиваем кисть, посмотрите, в плоскость, и наносим мы тени именно плоской частью, немного даже такими притаптывающими, выглаживающими движениями. Тогда цвет будет переноситься на глаза плотно. Когда мы хотим растушевать тени, мы разворачиваем кисть, и наше движение уже кисть перпендикулярно глазу. Я работаю пушистой частью моей кисточки, делая растушевочные движения. То есть плоской стороной наносим, пушистой стороной растушевываем. Обратите на это внимание. Пятое правило гласит, куда смотрит кончик вашей кисточки, туда и идет направление вашей тушевки. После того, как мы с вами проработали складку века на объем, мы можем с помощью теней построить будущую форму наших глаз. И для этого нам нужно с вами работать не только с подвижным, но и неподвижным веком. Давайте разберемся, что такое вообще подвижный век, а что такое неподвижное. Итак, подвижное веко это то пространство века до природной орбитальной складки. Все, что находится выше этой складки, считается неподвижным веком или видимой частью века. Потому что даже если у вас есть нависание, именно неподвижное веко будет являться ключевым с точки зрения формообразования. Ну что, вернемся к нашему макияжу. После того, как вы проработали глаз по объему, что мы с вами можем сделать? Мы можем с вами визуально построить с помощью матовых теней форму. Сделать глаза, допустим, чуть более вытянутыми или приподнять наверх. Какие две самые частые ошибки вы допускаете? Первое. При тушевке объема глаза вы слишком сильно роняете эту линию вниз, опускаете ее слишком низко. Если мы будем тушевать таким образом слишком с вами низко, то в какой-то момент, я сейчас показываю, конечно, утрированно, но я думаю, вы меня понимаете, глаз начнет падать вниз. Это неправильно. Все наши тушевки должны иметь восходящее направление. Что такое восходящее направление? Вы можете ориентироваться по линии брови от начала до точки излома. Именно эта линия будет и продолжением нашей формы глаза. Второй момент и вторая частая ошибка. Вы не понимаете, куда вести вашу тушевку. Рассказываю. Мой лайфхак. Куда смотрит кончик вашей кисточки, туда и идет направление вашей тушевки. Допустим, я хочу глаз визуально вытянуть. Тогда я разворачиваю кисть, кончик у меня направлен на вылет, кончик кисточки, и движения у меня идут туда же, на вылет, плоско. Тогда я глаз по форме оттягиваю. То же самое с другой стороны. Поставили кисть, проверили, куда смотрит кончик нашей кисти и сделали оттягивающее движение на вылет. Представляю, что объем нашего глаза – это словно половинка солнышко. И от этого солнышка мы откладываем лучики. Сначала более короткие, а затем лучики подлиннее. Сделали оттягивающее движение с одной стороны. Дальше развернули кисть. Кончик смотрит в другую сторону. И сделали те же самые оттягивающее движение на вылет. Если вы будете тушевать вот таким вот образом, то что правильно, глаз наш опять начнет предательски падать. На своем примере я показала, как работать кистью, если мы хотим глаз визуально вытянуть. Если же, наоборот, у вас сами по себе глазки узенькие, вытянуты, а вы хотите визуально сделать более объемными и круглыми, то вы тушуете с акцентом именно на центр глаза. Визуально в центре глаза, как бы тушевку приподнимая. Если у вас далеко посажены глаза, и вы хотите визуально их приблизить, то во время тушевки прорабатывайте еще и внутренний уголок глаза, как бы даже заводя тень и соединяя ее с переносицей. Тем самым мы словно глаза немножко приближаем друг к другу. И еще один лайфхак. Если у вас нет под рукой натуральных серо-коричневых теней, то возьмите просто свой скульптор, которым вы моделируете лицо. Это же та самая красивая, правильная тень, да еще и в большом объеме, поэтому можете смело ей работать так же и с глазами. Ну что, дети, продолжаем. И следующее правило звучит так. Одна треть века должна всегда оставаться чистой. Что это значит? Когда мы с вами моделируем форму глаза, тушуем наши тени, часто мы начинаем тушевать слишком высоко, уходя практически в бровь. Да, можно, конечно, и в бровь тушевать, но уже этот макияж, согласитесь, будет не дневной, а скорее подиумный. Так где же нам нужно с вами остановиться? Посмотри прямо на себя перед зеркалом. Визуально раздели видимую часть неподвижного века на три равные части. Так вот, если у тебя глаз большое, века открытое, расстояние большое, то для растушевки используй примерно одну треть. Если объем неподвижного века небольшой, то смело можешь закрашивать две третьих и оставлять одну треть чистого века. Следующее правило. Не забывай про точку интенсивности цвета. Что такое точка интенсивности? Это зона максимального затемнения века. Зачем она нужна? Чтобы глаз был более объемным. Плюс с помощью точки интенсивности мы визуально можем чуть глаз скорректировать по форме и приподнять. Если мы возьмем наш с вами глаз и разделим его на четыре равные части, так вот, последняя, одна четвертая на внешнем уголке глаза и будет той самой точкой интенсивности цвета. Ну что, давайте теперь обозначим нашу точку интенсивности. В любой палетке теней есть самый темный матовый оттенок. Его-то мы и набираем. Кисть нам понадобится либо кисть для растушевки карандаша, более миниатюрная, либо кисть бочонок. Я беру и начинаю набивать цвет немного на внешнем крае глаза. Вот таким вот образом. Этот же оттенок я сразу же растушевываю вдоль линии роста ресниц. Обычно я затемняю ресничный контур с помощью карандаша. Но если карандаша у вас под рукой нет, то в принципе весь макияж можно сделать и палеткой теней для глаз. Набиваю максимально цвет на внешнем уголке глаза и чуть-чуть растушевываю, как бы тушевывая цвет в нашу с вами складку века. Это немного, на мой взгляд, старомодная техника, такая классическая техника макияжа, но нет ничего более постоянного, чем классика. Поэтому и такие макияжи мы с вами должны уметь делать. По желанию, этим же оттенком теней мы можем с вами проработать и внешний край глаза по нижнему веку, соединив верх и низ. Словно галочка, вверх и низ. Если вы видите, что слишком сильно выделяется точка интенсивности в вашем макияже, берете кисть с предыдущим оттенком и просто мягко проходитесь по границам, слегка ее растушевывая. Так действительно наш макияж выглядит ярче, глаза становятся объемнее и выразительнее. И оттеняется ресничный контур. С помощью этого приема вы можете скорректировать форму глаз, если анатомически у вас глаза имеют падающую тенденцию. То есть внешний угол глаза ниже, чем внутренний. Чем выше вы сделаете растушевку, чем сильнее вы растушевываете точку интенсивности, тем сильнее вы приподнимете глаз наверх. И при падающей форме глаза вам не нужно прокрашивать нижний век, потому что так вы глаз уроните еще сильнее. Во всех остальных случаях я лично люблю немного теней добавить по объему нижнего века, потому что так сразу макияж становится ярче и интенсивнее. Но на самом деле дело вкуса. Последнее правило, восьмое, великолепное восьмерка правил. Звучит так. Блик внутри не всегда хорошо. В классической схеме нанесения тени часто советуют использовать светло-бежевый, иногда даже белый и не дай бог перламутровый белый оттенок во внутреннем уголке глаза. Таким образом мы как бы с вами подсвечиваем взгляд и еще сильнее его открываем. Но мы же с вами хотим модные современные макияжи, а этот прием немножко попахивает нафталином. Да, можно добавлять, конечно, сияющие блики во внутреннем уголке глаз, но я советую для этих целей использовать либо хайлайтер, либо сияющие сатиновые тени, но что-то такое, знаете, более деликатное и не сильно контрастное. Плюс, давайте учитывать, что это правило работает не всегда. Если у вас глаза визуально посажены далеко друг от друга, то такой прием сделает еще хуже. Визуально раздвинув это расстояние между глазами еще дальше. Очень часто такие светлые оттенки теней используют не для бликов, а для того, чтобы смягчить границы растушевки ваших теней. Если вы понимаете, что тени не входят в кожу мягкой дымкой, а достаточно резко читаются, вы берете этот светло-бежевый оттенок и пушистой кистью проходитесь по границам теней, тем самым смягчая их. Я уже успела прокрасить ресницы тушью и теперь самое время расставить финальный акцент. Для внутреннего глаза я сделаю сияющий блик с помощью хайлайтера. Маленькой кисточкой я делаю аккуратные аппликативные движения, подчеркивая внутренний уголочек глаза. Поставила блик и немножко оттушевала наверх, сверху и снизу. Этого более чем достаточно. Второй момент, мы можем с вами добавить еще сияющий акцент уже на объем глаза. Делаем мы это, когда хотим наш макияж сделать чуть более праздничным, чуть более сияющим. Или если вы хотите визуально глаз сделать более объемным, чуть приблизить его. Особенно это актуально будет для тех, у кого глубоко посаженные глаза. Беру деликатный спаркл из палетки пончо от Dior, набираю пальчиком и ставлю такие аппликативные движения прямо на объем подвижного века. Надеюсь, что вам видно, появилось легкое, красивое мерцание на веках. Напишите в комментариях, как вам мой сегодняшний макияж, который я сделала, напомню, используя только тени. Никаких сегодня растушевок, никаких стрелок. Мне кажется, это тот макияж, с которым точно справится каждый из вас. И учитывая особенности, про которые я сегодня рассказала, вы сможете не только нанести красивые тени, но и скорректировать, улучшить форму ваших глаз. Традиционно в конце видео мы объявляем победителя прошлого ролика. Бурные аплодисменты! Напишите мне обязательно в Telegram, чтобы я знала, куда отправить вам ваш подарок. В этом видео я не оставлю вас без подарка. Условия вы знаете. Ставьте лайк, подписка и осмысленные комментарии по теме видео. И уже через неделю новый победитель. Будьте красивыми, будьте сногсшибательными. И помните, что макияж – это не волосы. И если не получишь что-то с первого раза, то можно смыть и накраситься заново. А вот с волосами так не получится. До новых встреч в новых видео. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова